28 петель. Ровно столько нужно набрать на спицы, чтобы начать вязать носочки для младенца весом не более 1 килограмма. Движение по вязанию шерстяной одежды для недоношенных детей стало популярным в Казахстане. Все началось с инициативы фотокорреспондента известного сетевого издания Карлы Нур. После посещения отделения выхаживания новорожденных она решила организовать клуб, который так и назвала 28 петель. Видела в кувезе синий носочек. Спросила, почему в такой сериальной зоне находится носочек. Врачи сказали, что они на свои деньги покупают пряжу и заказывают у бабушек вещи шерстяные, одевают недоношенных детей, детей, рожденных раньше срока. Но у меня сразу гражданская позиция, что врачи должны лечить, а мы должны, то есть обычные люди должны помогать. За пару лет движение приобрело небывалую популярность. Теперь клуб 28 петель представлен в 15 городах Казахстана, а также в Кыргызстане, Украине и Объединенных Арабских Эмиратах. В число волонтеров даже подключились осужденные, отбывающие срок в бесправительном учреждении Алматы. Для мамы стресс большой, когда род начинается внезапно. Мама растерянная, руки трясутся, ничего не может собрать. Муж тоже в растерянности, поэтому хорошо, чтобы в роддоме были такие комплекты. Новичок клуба Индира Сагиева сама пережила подобную ситуацию. Пять лет назад у нее родился недоношенный сын. Он вырос и теперь женщина помогает в работе клуба. Я вообще сама не умею, если честно, вязать, но, конечно, научусь. Это вообще прекрасно, да, видеть такие маленькие неточки. В то время не было, мы покупали, они были большие, да, прям до пояса ему доходило. Ну, а вот маленькие, это вообще прекрасно. Медики говорят, шерстяная одежда помогает недоношенному ребенку правильно регулировать температуру тела. Шерсть сама по себе надержит тепло, потом она обладает таким раздражающим, местно раздражающим действием на кожу, то есть улучшает кровообращение. И по мере того, как ребенок растет, его центр терморегуляции созревает, ребенок учится, как мы говорим, держать температуру, и со временем все эти проблемы его пройдут. Самой большой проблемой для волонтеров остается поиск средств для покупки шерсти. Ежемесячно для более чем полусотни вязальщиц нужно как минимум по два килограмма шерсти. Но и эту проблему члены клуба решают сами. Они устроили предновогоднюю благотворительную ярмарку, где можно было не только купить изделия хендмейт, но и попробовать свои силы в создании крохотных носочков. Каждая из девочек сама себе покупает пряжу, да, это является условием, чтобы, если человек хочет вступить в наш клуб. Вот, спонсоры тоже помогают, они есть, но этого недостаточно. Связанный в рамках благотворительной акции изделия волонтеры передали в дар в отделение патологии новорожденных перинатального центра Астаны. Женщина, когда она родила недоношенного ребенка, она в стрессе находится, потому что очень многие, кто попадает к нам, они вообще первый раз сталкиваются, видят, что есть такие дети. Для них это очень большой стресс, что родился такой ребенок. Заниматься вязанием в отделении у них просто нет времени, потому что их режим очень сложный, мама. Они каждые три часа приходят к своим детям. Некоторые у них часами сидят около своих детей, сами они ухаживают за ними. И поэтому, когда вот приходят и к нам так, и приносят такие вещи, конечно, это очень большая помощь, потому что мы их взять нигде не можем. Символом выхаживания недоношенных младенцев стал шерстяной осьминог. Его дают новорожденному в ручки, чтобы он не хватал и не срывал с себя трубки, присоединенные к аппарату. И уже во многих казахстанских семьях такие осьминожки, связанные активистами клуба «28 петель», хранятся как символ продолжения жизни. Айнур Коскин, организатор «Спанов», настоящее время.